Добрый день дорогие мои подписчики сегодня будем готовить дюшпере зимнее блюдо Готовят его из жирной баранины, но мы будем готовить 50 на 50, то есть половину на половину баранины и говядины Нам понадобится мука, соль, яйцо и вода, это для теста Мясо, лук репчатый, соль, перец, куркума и зелень, это для мяса, то есть для начинки Нам понадобится еще мясной бульон, но его можно приготовить и на воде Опять же, все зависит от того, какого качества вы хотите получить блюдо Настоящее блюдо готовится на мясном бульоне, заранее отвариваются бараньи косточки Пленем мясо с косточками, а дальше добавляются уже туда готовые пленения, варятся в этом бульоне Ну что ж, замесим тесто, тесто обычное, как на спагетти, как на вареники Только оно должно быть немножечко плотнее, чем по структуре, более плотное Чтобы после того, как вы сварили, вы уже не достаете эти пельмени с бульона или с воды Чтобы они не раскисли Замешиваем другое тесто Как видели, в тесто добавляются и желтки, и белки, не имеют значения Я думаю, вы смотрите и замечаете, насколько тугое тесто Мы его вымешиваем хорошенько и оставляем минут на 20-25 Чтобы оно немножечко потом хорошо раскатывалось В старину это блюдо готовили только из жирной баранины И обязательно на мясном бульоне Ну сейчас многие не могут есть баранину И вообще есть такие люди, которые её не любят Вы можете это приготовить из ковядины Но первый раз, чтобы почувствовать вот этот вкус Я бы вам посоветовала приготовить 50 на 50 И вам очень понравится Это блюдо не готовится часто Мы приготовили наше тесто Укроем его полотенцем и дадим ему отдохнуть Возьмём фарш Фарша у нас 250 грамм Добавляем туда небольшую луковицу Я её протёрла через тёрочку Как видите, она пустила свой сок Эти сок мы выливаем Даже можете отжать этот лук Всю воду вылить А то, что останется от лука, добавить к фаршу Добавляем соль Вот эта начинка, она должна быть немножечко солёная Поперчим Можете остановиться в этой фазе Но я добавлю ещё куркуму Куркума очень полезна, полезна для суставов Добавляем ещё сухую мяту Если вы смотрели предыдущие ролики Я там сама летом делала эту мяту Всё Теперь замешиваем наш фарш Как видите, ничего трудного в этом нету Но вопросов и пожеланий было очень много Чтобы я приготовила И чтобы видели, как в точности это всё готовится Это точно так же, как в пельмени Только это всё делается очень мелко И делается не со свинины, а с баранины Или говядины А ещё лучше, если вы сделаете просто с телятины Это вам ещё больше понравится Если у кого-то язва или гастрит Не ложите в этот фарш лук Сделайте его без лука Тесто разделили мы на три части Теперь раскатаем его Раскатывать тесто надо очень тоненько Один миллиметр толщина теста И вообще по нашему обычаю Раньше в старину, конечно Некоторые люди сейчас так делают В одну столовую ложку должно поместиться Двенадцать А то и больше Вот таких маленьких пельменей То есть дюшкаря Тогда эта дюшкаря считается настоящей Ну мы все работаем, мы все уставшие Нам некогда сидеть, возиться вот такой Совсем-совсем маленькими пельмешками Мы их делаем чуть крупнее Я вам покажу, как их лепить И вы увидите, что очень мелкими Как горошинку их делать Просто не хватит ни сил, ни терпения Да и сейчас не то время Когда у людей не было компьютера У людей не было телевизора У людей не было столько забот, как сейчас Они сидели, да, они тогда сидели И делали маленькие-маленькие пельмешки А сейчас нет Да многие дома и не готовят его Стараются поесть где-то в ресторане В кафе или купить кулинарии готовые Ну, я бы не советовала делать этого Лучше сделайте один раз Попробуйте его Это будет менее затратно Правда, времени вы затратите больше Но кармашек ваш не так опустеет Как бы вы пошли бы в ресторан Или бы купили в кулинарии Всё, мы раскатали наше тесто Как видите, вот нижний, снизу я обсыпала стол мукой Через тесто эту муку видно Теперь мы нарезаем наше тесто На маленькие квадратики Тесто можно разрезать ножом Вот я вам показывала, что это возможно И раньше делали только так Или же нож для пиццы Очень удобно, быстро Вы можете им разрезать Не только дюшпере Для дюшпере квадратики Но и можете отрезать Сделать спагетти Мелко-мелко, очень быстро навязать Вот, как видите, ставим скалочку Если вы заметили И скалочка у нас другая Эту скалку называют охлок Он толстый посерединке А кончики его тоненькие Очень удобно раскатывать Тонкое, большое тесто Нарезаем вот такие полосочки По полтора сантиметра Ротекали и погорелся А вот так получаем Маленькие квадратики А потом будем их начинять мясом И лепить наши пельмешки Теперь мясо Как вы видели Вот размер Чуть больше, чем полтора сантиметра Я уже не стала делать По сантиметру или по полтора Чуть больше Можно сделать и два От этого ничего не изменится Вкус останется тот же самый Выбирайте нож Или нож для пиццы Ножом для пиццы Получается очень быстро Вы не мучаетесь Но если у вас нет такого ножика Это не проблема Обычный нож вам тоже Сделают такие же квадратики Чтобы удобно накладывать мясо Намочите руку водой Возьмите в кулак Размером котлетки Мясо И между двумя пальцами Выжимайте Как бы Такие порции маленькие А другой рукой помогаем Раз-раз и всё готово Но это ещё пол дела Теперь нам надо заворачивать И я вам покажу Как правильно Складывать вот эти квадратики Чтобы мясо из них не выходило И всё это надо делать Быстро Почему? Потому что тесто высыхает Оно с яйцом Без добавления масла Тесто крепкое Тонкое Берём Складываем Два кончика Делаем как косыночка Обратите внимание Я сейчас высушу руки И покажу вам более Немножко медленнее И Так как работы бывает много Обычно руки и пальцы Привыкают делать всё это Быстро Быстро Складываем Два кончика Прижимаем их И Всё Получилась вот такая Шляпка Видите Они такие миниатюрные Маленькие Ещё раз Два кончика соединили Как косыночку Прижали Всё Готово И так дальше Но можно ещё Если вам так не хочется Можно сделать как панамочки Обратили внимание Я закипаю Делаю Прямоугольник А не треугольник И Два кончика соединяю Получаются вот такие Панамки Опять же От того что Другой размер Или другая форма Вкус не изменится И вы пожалуйста Не придирайтесь К тому что Когда кто-то вас угощает Ой Они не треугольные Ой Они большие Не имеют значения Тем более Если вы будете готовить Первый раз Вам вообще Не стоит их делать Маленькими Приготовить Вот в такой форме А потом их Можете Если вы сделали много Можете положить В морозилку Они могут там Лежать До 6 месяцев Ничего с ними не станет А потом достаете И варите Вот пришли с работы Вам надо быстро Быстро что-то Приготовить Для семьи Достали Отварили Варятся они Очень быстро Буквально За 5-7 минут Как вода закипела Бросили туда Ваши Пельмешки Добавили туда Зелени Вот и все Все будет готово Но опять же Как вначале Я вам говорила Обычно Их готовят Прямо Пульон И мясном Тогда это Очень сытно И невероятно Вкусно Когда мы Готовим Их на воде Никогда Не добавляется Туда Никакой Поджарки Поэтому я бы сказала Что если готовить Это Из телятины И на воде То это получится Чистейшее Диетическое Блюдо Приятного Вам Аппетита Готовьте Желаю Вам Крепкого Крепкого здоровья Если есть какие-то Вопросы Пожалуйста Пишите Я отвечу Может не сразу Но отвечу Обязательно Желаю Вам Удачи Да Я еще забыла Сказать Что потом Можно взять Уксус И чеснок Смешать его И добавить Когда кушаете Это будет Совсем другой Вкус Желаю Удачи Смешать его Смешать его Смешать его